Три МЦПД в рафинированных маслах для приготовления пищи. Пальмовое масло сегодня является наиболее часто используемым растительным маслом в мире. Возьмите любую упаковку переработанного мусора в коробку, сумку, бутылку или банку, и велика вероятность, что в ней будет пальмовое масло. Мало того, что оно содержит первичный повышающий холестерин насыщенный жир, который в основном содержится в мясе и в молочных продуктах, были высказаны опасения по поводу безопасности пальмового масла, учитывая обнаружение того, что оно может содержать потенциально токсичный химический загрязнитель, известный как 3-монохлорпэопан-1, 2-диол, также известный как 3-мСПД, который образуется во время термической обработки при рафинировании растительных масел. Таким образом, эти загрязнители в конечном итоге широко распространены в рафинированных растительных маслах и жирах, а также в любых продуктах, которые их содержат, включая смеси для детского питания. Он содержится во всех рафинированных растительных маслах, но некоторые из них хуже других. Самый низкий уровень токсичных примесей был обнаружен в масле канолы, а самый высокий – в пальмовом масле. Судя по имеющимся данным, это может привести к значительному воздействию на человека, особенно, когда он используется для жарки во фритюре соленой пищи, такой как картофель фри. Фактически, всего 5 порций картофеля фри могут пройти через сносное ежедневное потребление. Если вы просто делаете это время от времени, это не должно быть проблемой, но если вы едите картошку фри каждый день или около того, это определенно может быть проблемой для здоровья. Поскольку суточный верхний предел основан на массе тела, особенно высокие значения воздействия были рассчитаны для младенцев, которые получали смесь, а не грудное молоко, поскольку смесь производится из рафинированных масел, что, согласно Европейскому управлению по безопасности пищевых продуктов, может представлять опасность для здоровья – риск. По оценкам, воздействие на младенцев в США может быть в 3-4 раза хуже. Если младенцы не получают грудного молока, альтернативы промышленно производимому детскому питанию практически нет. Учитывая этот факт, индустрия растительного масла должна найти способ снизить уровень этих загрязняющих веществ. А тем временем, это еще одна причина, по которой грудь всегда лучше. Что могут сделать взрослые, чтобы избежать заражения? Что ж, если эти химические вещества образуются в процессе очистки масел, как насчет нерафинированных масел? Рафинированные масла содержат до 32 раз больше 3 МСПД по сравнению с их нерафинированными аналогами, с исключением поджаренного кунжутного масла. Кунжутное масло нерафинированное, они просто выжимают семена. Но поскольку они выжимают поджаренный кунжут, 3 МСПД, возможно, был предварительно сформирован. Масла первого отжима по определению нерафинированы. Они не были дезодорированы, в результате чего образуется большая часть 3 МСПД. Фактически именно так вы можете различать различные степени обработки оливкового масла. Если ваше так называемое оливковое масло первого отжима содержит МСПД, то оно должно быть разбавлено рафинированным оливковым маслом. Простота подделки оливкового масла первого отжима, сложность обнаружения, экономические факторы и отсутствие мер контроля способствуют уязвимости оливкового масла первого отжима к подделке. Насколько распространена проблема? Из 88 протестированных бутылок с полок магазинов, которые были маркированы оливковым маслом первого отжима, только 33 были признаны подлинными. Хорошо. Но что если вы будете придерживаться самых продаваемых импортных брендов оливкового масла первого холодного отжима? В этом случае 73% этих образцов оказались неудачными. Лишь примерно каждый четвертый оказался подлинным. И ни у одной марки даже половина образцов не прошла испытания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok